Так, ну здравствуйте. Ну вот читаю всякие тут, понимаете ли, новости. Больше всего, конечно, удивляют высказывания наших высокопоставленных чиновников, типа Пескова, например. Ну это понятно, это у нас главный специалист по онкологии, вообще по науке. Ну должность у него такая, да, говорящая голова, как это там, секретарь президента. Он должен уметь говорить, в общем, да, болтать, не останавливаясь. У человека такая работа. Да, то, что он зачастую и в основном произносит глупости, ну, наверное, это не его вина. Вот, таким он родился, а потом судьба так сложилась, что он теперь вынужден высказывать вот эти вещи исключительно на публику. Вот, да, другим везет больше, они как-то находятся в безвестности. Со своими вот этими вот. Хотел бы напомнить всем, кто эти новости смотрит, значит, что наука, наука, она так-то сильно неоднородна. Как в любом нормальном коллективе, научном коллективе, всегда есть список каких-то гипотез, которые выдвигаются конкретными людьми. И вот эти вот самые гипотезы, они обычно и проверяются этими же самыми людьми в процессе научных исследований. И зачастую всегда получается таким образом, что вот этому вот начальству, которое финансирует вот эти вот все вещи, какая-то гипотеза нравится больше, ну, мало ли по каким причинам. Какая-то гипотеза нравится меньше, причем совершенно это все хозяйство не зависит от того, насколько вот эти гипотезы близки к истине. Ну, есть различные причины политические, конъюнктурные там, вот, и так далее. Понятно, да? Плюс ко всему, как обычно получается у нас, тот, кто серьезнее наукой занимается, у него меньше времени как-то заниматься самопиаром. А в последнее время, особенно в последнее время, значит, последние 25 лет, продвижение получают в основном самые горластые, самые наглые, самые беспринципные, которые умеют лизать задницу начальству, которые, значит, умеют заглядывать начальству в рот, вот, и так далее. А вот те, которые как раз-таки ближе всех к истине, которые занимаются истинной наукой, те обычно, обычно находятся в рергарде, что самое характерное. Вот, вот именно этот момент и объясняет в основном то, что у нас происходит вообще в медицине и с медициной. Понятно, да? Значит, вот это все то же самое касается как раз-таки и онкологии. Вот. Есть разные воззрения на нее, есть совершенно различные доказательства этих самых воззрений на нее. Но официально, официально, принято вот такое воззрение, что клетки перерождаются, человек становится, так сказать, мутантом. И вот при чем здесь антибиотики, как бы не совсем понятно. Да. Вот. Ну ладно. Так им всем там, наверное, виднее. Самое смешное, что эти люди искренне уверены вот в этих вот всех вещах своих, да? А потом точно так же с вот этим искренним недоумением, а что это меня не вылечили, такого красивого, такого богатого, значит, дохнут. Как-то так. Спасибо.